Всем привет! Вы на канале Аграфон уроки фотошопа и в данном видео уроке я покажу как сделать вот такие отражения у трех разных объектов. Давайте выключим наши рабочие слои и мы видим то что наши объекты стали такими как бы подвешенными в воздухе и при добавлении например на какой-то баннер если вы делаете то просто поместив вырезанный объект мы видим то что такое ощущение как будто он просто висит в воздухе. Но при добавлении же отражения сразу складывается впечатление и ощущение как будто есть какая-то поверхность на которой стоит объект и это смотрится уже намного лучше и эффектнее. Итак давайте начнем с самого простого здесь у нас будет мячик выключим остальные два слоя и так первый объект мяч. Чтобы сделать отражение у такого простого элемента изображения как мяч нам достаточно продублировать слой вот у нас называется мяч копия нажимаем сочетание клавиш control плюс j j на русской раскладке буква о у нас создается еще один слой мяч копия 2 и данный слой в принципе мы можем либо переместить под данный слой либо взять первый слой мяч копия 2. мяч копия и нажать сочетание клавиш control t на нижнем слое control t правая кнопка мыши по нашему объекту и выбираем пункт отразить по вертикали далее зажимаем клавишу shift и мышкой тянем наш мяч до нижней границы вот таким образом мы видим то что у нас получился то есть получилось два мяча вернее отраженных друг другу по вертикали далее также находясь на нижнем слое мы убавляем непрозрачность у нашего мячика данный пункт непрозрачность уменьшаем на глаз сколько вам нужно далее создаем маску слоя с помощью данной иконки нажимаем и у нас появляется вот такой дополнительный прямоугольник на панели слоев нажимаем на него берем кисть берем черный цвет и начинаем закрашивать мягкой кистью правой кнопкой мыши выбираем мягкую кисть выбираем радиус и начинаем закрашивать столько сколько вам нужно может быть это абсолютно по-разному и таким образом мы видим то что у нас получается уже отражение нашего мячика также можно будет поиграть с непрозрачностью на панели слоев если же вы закрасили немного лишнего вы можете также находясь на маске слоя взять просто белый цвет также кисть мягкая начать раскрашивать по новой таким образом мы видим то что мячик у нас восстанавливает исходное изображение и в принципе можно редактировать так как вам угодно так секундочку хорошо убираем мяч и переходим к элементу баночка изображения здесь у нас уже мы видим то что баночка имеет такую как бы непростую форму и если мы сделаем в принципе первые шаги точно такие же как с мячиком но если мы сделаем точно так же как с мячом то отражение будет нереалистичным то есть нам нужно изначально так давайте мячик удалим у нас есть банка и теперь нам нужно продублировать наш слой находясь на слое с банкой нажимаем сочетание клавиш control плюс джей слой дублируется появляется банка копия мы берем нижний слой банка на панели слоев нажимаем сочетание клавиш control плюс т английская русская е и правой кнопкой мыши нажимаем на объект на наше изображение выбираем отразить по вертикали зажимаем клавишу shift и тянем мышкой вниз теперь мы видим то что в принципе объект мы продублировали отразили но тень у нас нереальная как бы то есть не соответствует действительности тень должна у нас вернее отражение тени исходить вот от этих уголков от соприкосновения с поверхностью то есть у нас примерно стол идет если поверхность вот примерно вот так то и тень должна начинаться отражение отсюда для того чтобы сделать реалистичное отражение нашей банки мы на этом же слое на нижнем слое банка вот он переходим в пункты редактирования в левом верхнем углу трансформирование и выбираем деформация у нас появляются вот такие вот направляющие с помощью которых мы можем в принципе в любом направлении двигать нашу банку так давайте отменим так секундочку отменить так еще раз выбираем деформация транс редактирование трансформирование деформация и теперь нам нужно вот эти уголки левый и правый подтянуть вот сюда к верхней части а это чтобы осталось в принципе здесь для этого мы можем взять здесь в принципе за любой за любое место либо вот за эти уголки подтянуть вот таким вот образом не бойтесь если будет немножко неровно это все редактируется и теперь нам нужно также центральную часть немножко опустить чтобы отражалось все как надо здесь немножко под редактировать применим трансформирование ну и грубо говоря мы видим уже тот результат который мы хотели видеть можно конечно тут еще повозиться немножко и сделать более ровно но я думаю способ вам понятен далее мы делаем также непрозрачность добавляем создаем маску слоя и находясь на белом прямоугольнике берем черную кисть и также закрашиваем столько сколько нам нужно и мы видим то что у нас появляется уже логически правильное отражение нашей баночки с баночкой мы также закончили данный метод я думаю понятен если нет то пишите в комментариях также можете писать в комментарии в группе вконтакте можете оставлять свои работы по данному видео уроку в комментариях в группе вконтакте под данным видео ссылочки будут все в описании так давайте удаляем баночку остается у нас 3 3 изображения так давайте сделаем немножко побольше подарочек здесь уже делается немножко опять же по другому потому что здесь уже острые углы и с помощью трансформирования деформации мы здесь уже справиться в принципе не сможем потому что изображение будет слишком искаженным здесь нужно также в принципе все скопировать находясь на слое подарок мы нажимаем сочетание клавиш control джей у нас появляется второй слой переходим на нижний так нажимаем сочетание клавишку control t правой кнопкой мыши на изображение отразить по вертикали и теперь нам нужно найти точку соприкосновения это у нас самая нижняя . то есть это на угол этого подарочка находящийся вот здесь самую нижнюю точку так давайте немножко наверно поднимем для наглядности и выключим верхний слой пока что находясь также на нижнем слое нам нужно разрезать данное изображение пополам на данной точке то есть самое на нижней на нижнем рисунке это будет самая высокая . выбираем прямоугольную область выделения и слева просто зажимаем мышкой и ведем до этой точки до верхнего точно до верхней точки соприкосновения так нажимаем сочетание клавиш control x далее нажимаем сочетание клавиш control shift в в английская таким образом у нас появляется наше изображение которое мы вырезали на том же месте если мы выключим данный слой мы видим то что у нас появляется то есть вернее получается две половинки изображения теперь нам нужно так включить верхний слой и на нижнем слое подарок зажимаем клавишу control и нажимаем еще по слою слой 5 который у нас получился то есть это вторая половинка нашего нижнего слоя выбираем инструмент перемещения зажимаем клавишу shift и мышкой тянем вниз до точки соприкосновения так теперь у нас вот эта правая часть есть и левая мы работаем с каждой по отдельности то есть для начала мы берем например левую часть и зажав клавиши control плюс shift мышкой мы просто тянем вверх до соприкосновения нашего изображения вот таким вот образом мы оставляем выбираем инструмент перемещения применить трансформирование также мы переходим к правой части которая внизу и также зажав клавиши control плюс shift мышкой за правую за правую часть изображения тянем также до точек соприкосновения применяем трансформирование и таким образом мы видим то что у нас отражение подарка в принципе получилось уже нормальным нам теперь достаточно соединить два слоя самый нижний вернее вот эти две половинки которые находятся внизу с помощью зажатой клавиши control мы выделяем эти два слоя и нажимаем сочетание клавиши control плюс е далее также мы как с остальными изображениями нажимаем маску слоя выбираем кисть черный цвет и здесь закрашиваем опять же столько сколько вам нужно и уменьшаем непрозрачность нашего слоя теперь мы видим то что тень стала реалистичной и соответствует действительности если бы мы делали так же как в первом варианте с мячиком то тень естественно была бы совсем не такой давайте я вам продемонстрирую это control джей control т по вертикали если бы мы просто сместили вниз то это было бы совершенно логически неправильная тень давайте покажу как это бы выглядело у вас было бы такая тень складывалось бы ощущение как будто подарок стоит на одном уголке то есть он припотнят вверх а то что мы сделали до этого логически правильное отражение если вам данный урок был полезен ставьте лайк подписывайтесь на канал вы были на канале графон уроки фотошопа всем спасибо за внимание всем пока